Доброе утро всем! И у меня к вам сначала вопрос неожиданный. Поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас имеет инженерное образование? Отлично! Это не значит, что то, что я спрошу, касается только вас, но я просто больше надеюсь на ваш ответ. Я сейчас нарисую здесь кривую, восядка ординат. Здесь время. А здесь что-нибудь может быть, что вы сами подскажете, что вам может напоминать вот такая вот кривая, зависимость. Можете привести пример подобного рода явлений, которые описываются, такой вот кривой. Так, тут что-то подсохло все. Здесь ровно я пытаюсь нарисовать. Можете привести пример какой-нибудь? Тогда я подскажу. Таких примеров много. Вот, допустим, электрическая лампочка, любая, когда вы включаете, она из выключенного состояния переходит во включенное состояние. И ток, который протекает по цепи, вот он таким образом проходит. И можно массу таких примеров привести, от электричества до общественных явлений, когда система переходит из одного состояния в другое состояние. Но, как правило, если вот эту вот часть кривой по времени показать более растянутой, то она всегда имеет другую форму. И потом только переходит в установившийся режим. И если говорить о лампочке, она может у вас скакнуть ток запредельно, за пределом возможности сети, нити. И когда мы говорим, в том числе, о переходе других систем, тут могут быть разные координаты. Но вот подобного рода зависимость, она закономерна всегда. Почему я с этого начинаю? Потому что первая российская военная доктрина, точнее, она называлась «Основные положения военной доктрины», принятая в 93-м году, преамбула начиналась с того, что это доктрина переходного периода. А по большому счету мы все с вами находимся в переходном периоде, в долговременном переходном периоде. Ну или как иногда желают друг другу земляки Лень-Бяо, чтобы вы жили всегда в эпоху перемен. Вот нам с вами повезло, мы с вами живем в эпоху перемен. Россия переходит из состояния тоталитарного общества в демократическое. Соединенные Штаты переходят из двухполярной системы сначала в состояние однополярного лидерства, а сейчас появляются многие центры силы. И в принципе, как и любая система, и система международных отношений двигается в сторону двухполярной системы. Потому что всегда устойчивая только двухполярная система. Какая двухполярная система сформируется, я не знаю. Наверное, у вас могут быть предположения, но ответ вряд ли кто-то знает. Дальше берем мы численность населения на земном шаре. То, чем занимается Римский клуб. Они тоже рисуют подобные кривые. И мы сейчас находимся, вот эта вот стадия медленного роста человеческого населения, с тем интеллектом, который у нас с вами, человек существует 40 тысяч лет. Вот эта часть переломная, она где-то совпадает с Рождеством Христовым по времени. То есть всего лишь две тысячи лет. Мы с вами находимся где-то вот здесь. Потому что по предварительным оценкам Организации Объединенных Наций, предел численности населения Земли, который сможет население, сможет планета переваривать, порядка 14 миллиардов. Возможно, это ошибочные оценки, но тем не менее, где-то, видимо, порядок такой. А учитывая темпы роста, мы как раз с вами, видимо, находимся на этапе мощных перегонных процессов. И так во всем. И я оставлю эту кривую и перейду к российской военной доктрине. И параллельно буду вспоминать доктринальные документы Соединенных Штатов. Потому что мы увидим, что, в принципе, где-то синхронно мы с вами прошли, я имею в виду Соединенными Штатами России, вот эту часть. Сейчас вот, надеюсь, вот сюда мы пришли. И дальше, наверное, будем идти к вот этому установившемуся режиму нормальных взаимоотношений. Ну, в историческом плане, конечно, это занимать может достаточно длительный промежуток времени. Хотя хотелось бы, чтобы это было не так долго. Ну, а что касается России, то, как вы знаете, до 91-го года и до первой половины 92-го года существовали вооруженные силы Советского Союза и не было никаких вооруженных сил Российской Федерации. В промежутке после Беловеческих соглашений возникла ситуация, что Советского Союза уже нет, а вооруженные силы Советского Союза остаются. И руководство вооруженных сил Советского Союза занимало позицию такую. Если сохраняются единые вооруженные силы, то, может быть, и восстановится Советский Союз. Да, объявили суверенитет какие-то республики, но перед августовскими событиями 91-го года все население Советского Союза проголосовало за сохранение Советского Союза. Поэтому такая надежда была. Но к весне 92-го года сложилась такая ситуация, что вооруженные силы Советского Союза начали растаскивать по республикам. И первый шаг в этом направлении, так же, как и с решением о выходе из состава Советского Союза, приняла Украина. И заявила в том числе об образовании своих вооруженных сил. А следом за ней последовали и другие республики. И к маю 92-го года сложилась такая картина, что основная часть боеготовых, боеспособных вооруженных сил оказалась в распоряжении других республик. И это вполне закономерно, потому что построение группировки войск мирного времени вооруженных сил СССР было предназначено для отражения нападения на Европейском театре военных действий. Поэтому первый стратегический эшелон состоял из группы, из западной группы войск, дислоцированной на территории стран Восточной Европы, из войск на территории Белорусского, Прибалтийского, то есть Прибалтийской республики и Украина с Молдавией. Там же на территории Молдавии, Украины, Белоруссии располагались и стратегические резервы первого эшелона вооруженных сил. И когда все эти республики приняли решение о формировании своих вооруженных сил, оказалось, что в распоряжении России оказались войска второго стратегического эшелона, которые отличались, во-первых, образцами военной техники, не самыми новыми, дивизиями, которые были укомплектованы по штатам мирного времени, или их еще называли кадрированные дивизии. В этих дивизиях были офицеры, командиры и минимум солдат и сержантов, которые обеспечивали поддержание в исправном состоянии вооружения и военной техники. Все. Поэтому 7 мая 92-го года был издан указ президента Ельцина об образовании вооруженных сил Российской Федерации. И в этот момент одновременно фактически была поставлена задача указом президента о том, как должны развиваться вооруженные силы Российской Федерации. были поставлены конкретные задачи по развитию вооруженных сил. Первая задача была это закончить формирование вооруженных сил Российской Федерации. И прежде всего задача формирования включала в себя вывод войск из стран Восточной Европы. И таким образом Россия рассчитывала, что в ее составе будут наиболее подготовленные дивизии войск первого стратегического эшелона, которые располагались на территории стран Восточной Европы. Вторая задача состояла в том, чтобы последовательно перейти к смешанному принципу комплектования вооруженных сил. То есть и по призыву, и по контракту. То есть эта задача была поставлена в 92-м году. Указ президента вышел в августе. В мае в образовании вооруженных сил в августе эти задачи были поставлены. Следующая задача состояла в том, чтобы последовательно перейти от армейской и дивизионной системы построения группировок в системе корпусной и бригад. вооруженных сил. И четвертая задача это создание мобильных сил. В принципе, эта задача ставилась параллельно и в наших вооруженных силах, и в вооруженных силах, в том числе и в Соединенных Штатах, потому что уже было ясно, если будут конфликты, какой характер они будут носить. Ну и последняя была задача такая поставленная, чтобы к 95-му году обосновать численность вооруженных сил и направление их развития на последующий период. А вот эти все задачи ставились до 95-го года. Понятно, что из этих задач не удалось решить практически ни одной, кроме первой, и то не полностью. по вполне объективным причинам. Переход на контрактную систему предполагал наличие необходимых финансовых ресурсов страны, чтобы обеспечить контрактников нормальными условиями службы и быта. Этого не получилось. Переход на бригадную корпусную систему требовал реконструкции военных городков, что тоже требовало финансовых затрат. Аналогично и с мобильными силами. Никто не предполагал, какой глубины экономический кризис ждет Россия. Тем не менее, по ходу выполнения или попыток выполнения этих работ разрабатывались и основные положения военной доктрины Российской Федерации. Так получилось, что она была принята в октябре 93-го года и многие связывали это время появления военной доктрины с конфликтом между президентом и парламентом, когда вынуждены были применить силу против парламента. Сейчас это уже забылось и не вспоминают. Все говорят о расстреле парламента, хотя на самом деле все началось со штурма телевизионного центра, с того, что обезоруживались подразделения милиции силами тех, кто собрался вокруг парламента, вокруг Верховного Совета. И остальное было лишь ответными действиями со стороны президента, когда он с трудом, с большим трудом настоял на том, чтобы министр обороны Грачев ввел войска в город. Основные положения военной доклины Российской Федерации просуществовали, как я вам говорил, переходный период. В этом состоянии переходного периода до 2010 года. Последующая военная доктрина появилась в 2000 году. Ее содержание наименее интересно по сравнению со всеми остальными по одной простой причине. Каких-то предпосылок поменять содержательную часть основных положений военной доктрины не было, кроме формальной. Дело в том, что принятая Конституция Российской Федерации предусматривала наличие документа, который называется военная доктрина. А тот документ назывался основные положения. Поэтому группе была поставлена задача, чтобы появился документ военная доктрина. Поэтому по большому счету военная доктрина 2000 года это не совсем удачный пересказ основных положений военной доктрины 1993 года. А вот что касается военной доктрины 2010 года и последняя военная доктрина принятая в декабре 2014 года, они действительно несут в содержательной части новые вещи. Прежде всего, говоря о военной доктрины 1993 года, хотел бы отметить, что в этой военной доктрине, как и во всех последующих, отсутствует противник. Конечно, в Министерстве обороны это восприняли с неудовольствием, потому что военные обязаны в верное время разрабатывать учения с учетом того, кто вероятный противник, проводить эти учения. Кроме этого, как вы знаете, военные обязаны разрабатывать в мирное время планы ведения войны, это и Пентагон этим занимается, и Генеральный штаб этим занимается, и военные структуры НАТО этим занимаются, так положено военно. Ну и американские коллеги прекрасно знают, что в Соединенных Штатах основной план ведения войны до середины 30-х годов это был план войны с Великобританией, что вполне естественно в силу инерции системы военного планеты. А здесь в основных положениях военной доктрины совершенно четко было написано, что противника нет. И тем не менее, в основных положениях военной доктрины впервые появилось положение о том, что Россия не исключает применение ядерного оружия первым, что тоже вызвало резонансную реакцию, но с другой стороны вполне спокойную, потому что в принципе такое положение существовало и в НАТО применительно к ядерным силам Альянса. Здесь у нас в основных положениях это было обосновано тем, что группировка вооруженных сил России общего назначения крайне слаба, для ведения войны крупномасштабной совершенно непригодна, в отличие от того состояния, которое было в вооруженных силах Советского Союза, и опора на ядерное оружие нужна для того, чтобы предотвратить эскалацию конфликта от локального к такому, с которым Россия силами обычного оружия справиться не может. Поэтому там появилось это положение. Ну, а что касается угроз военной безопасности России в целом, то до 3 не фигурировал подход следующий. Было сформулировано, что могут быть источники военной опасности и могут, если появится военная опасность, то военная опасность может реализоваться в военную угрозу. Но из текста доктрины следовало, что военной угрозы не существует, противника нет, военной угрозы не существует, а из тех проблем, которые упоминались, это перспектива возможного нарушения стратегической стабильности из-за нарушения баланса сил в ядерных вооружениях. Соединенные Штаты там не упоминались. Аналогично фигурировала там и противоракетная оборона, в том плане, что ее развитие тоже может нарушить стратегическую стабильность. И упоминалось еще среди источников военной опасности возможность создания коалиции недружественных государств. Но НАТО не упоминалось. И по большому счету наверное вот этот вот подход в основных положениях военной доктрины и то, что в это время появляться стало в американских доктринальных документах, я имею ввиду концепции национальной безопасности, синхронно. оба государства в этот период действительно не воспринимали друг друга как противника, предпритали ряд кардинальных шагов по сокращению своих вооруженных сил в Европе. Американская сторона и российская сторона существенно сократили количество тактического ядерного оружия и самое главное самые критические виды тактического ядерного оружия. Именно те, которые и приводили не только к риску, а фактически к неизбежному началу ядерного конфликта, как только начинался конфликт с обычным оружием. Ну, в самом деле, тогда если взять НАТОвские тактические ядерные вооружения, они включали в свой состав ядерные мины, к примеру, ядерные боеприпасы для зенитных ракет, оперативно-тактические ракеты и тактические ракеты, и в частности ракеты средней дальности Першинг-2 с ядерной боеголовкой, ядерную артиллерию. Я почему говорю о составе тактического ядерного оружия именно НАТО? Потому что соотношение сил сторон в обычных вооруженных силах с самого начала было не в пользу НАТО. И в свое время оценивая это соотношение сил сторон, прежде всего американское руководство пришло к выводу, что либо нужно наращивать группировку НАТО дополнительно порядка 13 сухопутных дивизий, либо пойти более дешевым путем увеличить, разместить тактическое ядерное оружие и иметь соответствующий состав тактического ядерного оружия. Но по составу по боевым возможностям группировка стран Варшавского договора превосходила группировку НАТО. Поэтому по всем розыгрышам учений получалось, что без применения тактического ядерного оружия сдержать теоретически наступление вооруженных сил стран Варшавского договора было невозможно. А раз так, то сразу надо было заранее точнее размещать ядерные мины по пути возможного продвижения войск значит впереди значит в первые же часы начала вторжения уже бы было применение ядерного оружия. Боеприпасы зенитных ракет понятно, что воздушное нападение огневое поражение крупными авиационными группами возможно только в начальный период войны и только в начальный период войны целесообразно применение зенитных ракет с ядерными боеприпасами потом это уже не целесообразно это уже небольшие группы это все равно что стрелять из пушки по воробьям аналогично с ядерной артиллерией если ее не применили сразу то в последующем уже и мала вероятность ее применения его наступающая сторона всегда в планы поражения противника первоочередной набор целей это его ядерные средства если их сразу не применили значит с большой вероятностью они будут уничтожены таким образом состав тактического ядерного оружия и по большому счету симметрично приводил к тому что любой конфликт между НАТО и странами Варшавского договора быстро перерастало в ядерную войну на европейском театре а затем и во всеобщем ядерной войне и обе стороны в одностороннем порядке существенно сократили тактические ядерные вооружения и самое главное изменили их состав нет теперь в составе тактического ядерного оружия ни ядерных мин ни боеприпасов для зенитных ракет ну и кроме численности вы прекрасно знаете как численность войск количество баз в Европе были сокращены американской стороной ну и российская сторона в одностороннем порядке никто ее не выгонял в тот период приняло решение о выводе войск из Европы никому тогда в голову не приходило что НАТО будет расширяться ну и есть еще моменты важные в двухсторонних отношениях которые может быть не очень пресса освещаются ну в качестве примера мы находились Советский Союз и Соединенные Штаты в таком состоянии что оба государства постоянно в мирное время предусматривали непрерывное дежурство в воздухе воздушных пунктов управления высшего звена руководства непрерывно друг друга сменяя хотя бы один самолет воздушного пункта управления который способен после ядерного нападения передать приказ на применение ядерного оружия находился в воздухе параллельно у американцев учитывая что основной потенциал ядерных сил размещался на подводных лодках постоянно дежурили две группы воздушных ретрансляторов на Тихом океане и Атлантическом океане чтобы приказ с воздушного пункта управления можно было довести до подводных лодок находящихся в погруженном состоянии вот мы в такой готовности к ядерной войне находились до 91 года и когда сейчас начинают говорить вот тут холодная война то у нас близко нет слава богу и я уверен что и не будет такого состояния а на уровне политики наверное можно говорить пусть они в этом упражняются и дальше и в этот период если мы говорим о доктринальных документах параллельно Соединенных Штатов помимо конкретных мер в документах по национальной обороне фигурировало что теперь главная задача Соединенных Штатов обеспечить процветание страны когда нет противника и вот весь период практически администрации Клинтона до финальных уже документов как раз была эта ситуация единственное что можно отметить что в 97 году видимо с учетом вот именно этого состояния переходного периода от однополярного от двухполярной системы к однополярному миру в 97 году в четырехгодичном обзоре обороны Соединенные Штаты поставили перед собой задачу сохранить единоличное лидерство хотя бы до 2015 года и вот я хотел бы обратить на это внимание до 2015 года в 97 году я считаю что это характеризует высокий уровень мозговых центров Соединенных Штатов потому что именно наверное к 15 году обозначилось формирование новых центров силы до того уровня когда Соединенным Штатам уже стало практически нереально сохранять единоличное лидерство мы находимся как раз вот на этом сейчас переходном очередном этапе к полицентричному миру но это не значит что он будет устойчив и поэтому в четырехгодичном обзоре там ставилась эта цель для того чтобы предотвратить хаос в мире ну другими словами но цель такая и у меня вот правильность постановки задачи лично сомнений не вызывает другое дело что когда у нас есть единоличный лидер то он не гарантирован от ошибок в России как вы знаете есть поговорок сила есть ума не надо поэтому я повторяю эта ситуация однополярного лидерства она с одной стороны предотвращает хаос а с другой стороны не гарантирует от ошибок что в общем-то мы и наблюдаем аналогично кстати мы иногда наблюдаем ошибки Россия в рамках постсоветского пространства там где они являются единоричным лидерам это системный характер так сказать носит теперь что касается периода уже конца 90-х годов начала 2000-го года ну в доктрине 2000-го года как я говорил ничего нового не появилось а уже к периоду подготовки доктрины 2010-го года появились формулировки отражающие именно настороженность в отношении процесса расширения НАТО причем расширение НАТО началось в 96-м году а нашло свое отражение в доктринальных документах только в 2010-м году потому что мы этот период после 96-го года начало расширения НАТО постепенно начинали снижение но еще не до такой степени чтобы проявляли озабоченность по поводу НАТО я не буду наверное останавливаться на обопределениях военной доктрины что она себе представляет вы наверное раньше встречали подобного рода этим определением что это официально принятые в государстве взгляды на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту Российской Федерации перейду к тем определениям которые появились в доктрине 2010-го года сохраняются в доктрине 2014-го года и наверное есть смысл на них остановиться чуть подробнее там есть такие понятия как военная опасность наличие факторов способных привести к возникновению военной угрозы и военная безопасность отсутствие военной угрозы либо способность ей противостоять вот два таких важных как мне кажется определения но за ними следует вопрос а что такое тогда военная угроза и как они между собой взаимосвязаны что по этому поводу говорит доктрина военная угроза состояние межгосударственных или внутри государственных отношений то есть внутри государства тоже может возникнуть военная угроза и она у нас была у нас были конфликты внутренние в Чечне характеризуемая реальной возможностью возникновения военного конфликта между противостоящими сторонами то есть угроза реального конфликта ну и здесь упоминается еще в этом же определении высокой степени опасности какого либо государства сепаратистских в скобках террористических организаций к применению военной силы то с чем мы реально столкнулись и военный конфликт форма разрешения межгосударственных или внутри государственных противоречий с применением военной силы и вот из этой системы определения следует что у нас и посмотрите если содержание у нас не может возникнуть военной угрозы без военной опасности то есть может быть сначала военная опасность а при определенных условиях наличие военной опасности может формировать военную угрозу в доктринах дается определенный перечень что можно отнести к военной опасности что можно отнести к военную угрозу ну не знаю насколько это важно но в военных доктринах дано еще понятие что такое вооруженный конфликт и что такое военный конфликт военный конфликт вот перед этим я отсвечивал и наверное впервые на официальном уровне есть четкое разделение понятия вооруженный конфликт и военный конфликт вооруженный конфликт это может быть что-то локальное какое-то столкновение, а военный конфликт – это уже война. Вот видите, вооруженный конфликт, вооруженное столкновение ограниченного масштаба между государствами или противостоящими сторонами в пределах территории одного государства. А что касается военных конфликтов, то они в доктрине по масштабу подразделяются. И даны определения, что такое локальная война. Вот здесь она как раз отсвечивается. Война между двумя и более государствами, преследующими ограниченные военно-политические цели, в которые военные действия ведутся в границах противопоставящих государств. То есть локальная война в границах противопоставящих государств. Дальше я не зачитываю. Региональная война – немножко другое определение. Война с участием двух и более государств одного региона, ведущаяся национальными или коалиционными вооруженными силами с применениями как обычных, так и ядерных средств поражения. На территории региона с прилегающими к нему акваториями и в воздушном, в скобках, космическом пространстве над ним, в ходе которой стороны будут преследовать важные военно-политические цели. То есть тут уже пределы двух конфликтующих сторон не ограничивают масштабы конфликта. Ну, крупномасштабная война тут, я не останавливаюсь. Вот отличительная черта как раз двух последних доктрин, где приведена вот эта четкая система определения, что такое военная опасность, что такое военная угроза, что такое вооруженный конфликт, военный конфликт и масштабы военных конфликтов. Мне кажется, это достаточно важная часть доктрин. И что касается разделов, где в военных доктринах содержится анализ особенностей развития современного, то вот здесь выдержки как раз приведены из последней редакции военной доктрины декабря 2014 года. Ну, вы видите, здесь, во-первых, характеризуется мировое развитие усилением глобальной конкуренции, напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия, соперничество ценностных ориентиров. Вот это, мне кажется, очень важный момент. У нас нет сейчас идеологических противоречий, тех, которые лежали в основе холодной войны. Если есть противоречия, то они относятся больше к ценностному порядку. То есть разные традиции, разные культуры, но это не идеология. А подобного рода отличия, они уже в меньшей степени требуют опоры на военную силу и тем более на ядерное оружие. Ценностных ориентиров и моделев развития. Неустойчивостью процессов экономического и политического развития на глобальном и региональном уровне, на фоне общего осложнения международных отношений. Происходит поэтапное перераспределение влияния в пользу новых центров экономического роста и политического притяжения. То есть переход, вот тот системный, о котором вы говорили, от биполярного к однополярному, к однополярному к полицентричному. И все это переходные процессы, которые могут сопровождаться трудно предсказуемыми последствиями, что мы с вами и наблюдаем в нынешнем мире. И отмечается, что неурегулированными остаются многие региональные конфликты, сохраняются тенденции к их силовому разрешению, в том числе в регионах, граничащих с Российской Федерацией. Существующая архитектура, систему международной безопасности не обеспечивает равной безопасности всех государств. Это не все, конечно, особенные анализы современного состояния мировой системы, которые содержатся в доктрине. Я выдержку только частично привожу. Тексты, как вы знаете, они доступны. И отмечается, что наметилась тенденция смещения военных опасностей и военных угроз в информационное пространство и внутреннюю сферу Российской Федерации. Ну, насчет информационного пространства мы видим. И более того, мы в первую очередь это ощутили в августе 2008 года, когда, еще не разобравшись в ситуации, в НАТО закрыли двери Совета России и НАТО, и во всех средствах массовой информации представлялась Россия как агрессор против Грузии. И уже когда вал от этой информации прошел через общественное сознание, мировое, появились уже заключения независимых комиссий того же Европейского Союза, что нападение было со стороны Грузии. Что ответная реакция после России, после смерти наших миротворцев. Ну, это уже было потом, а валы в информационном пространстве лжи и дезинформация уже прошел. Ну, и отмечается, что несмотря на снижение вероятности развязывания против Российской Федерации крупномасштабной войны, на ряде направлений военные опасности для Российской Федерации усиливаются. Но военные опасности, но не военные угрозы. То есть в последней редакции тоже отсутствует у нас противник и отсутствует военная угроза. Ну, и вот здесь перечисляется, что может быть отнесено к военной опасности. Я бы обратил внимание именно на этот пункт. Потому что многие говорят, вот, мы рассматриваем НАТО как противник. В этой формулировке НАТО не как противник. Здесь речь идет о военной опасности. За счет чего? Если происходит наращивание силового потенциала организации Североатлантического договора и наделение ее глобальными функциями, реализуемыми в нарушении норм международного права приближения военной инфраструктуры стран-членов НАТО границам Российской Федерации. В том числе путем дальнейшего расширения блока. Вот что имеется в виду, как возможная военная опасность. Как оценка, как военная опасность. Но не военные угрозы, повторяю. То есть достаточно корректно. Как вы знаете, в этот период доктринальных документов Соединенных Штатов Россия фигурирует уже как противник вместе с Китаем, вместе с некоторыми другими государствами, как Северная Корея. Ну, что я хотел бы отметить еще в этот период спада, как положительный момент при разработке доктринальных документов Соединенных Штатов. В последних документах по национальной безопасности, буквально в 99-й год, в доктринальных документах США появляется упоминание асимметричных угроз, неясных по своему характеру, непредсказуемых, в том числе от регулярных каких-то организаций, структур. И то, что страна к реагированию на эти угрозы не готова. И есть анализ, а почему не готова. Это буквально накануне террористического акта в сентябре 2000 года. И то, что те, кто готовит эти документы, мозговые центры, это отметили и вовремя отметили, это, конечно, положительный момент. А вот то, что здесь фигурирует как противник России, ну, наверное, это переоценка ситуации эмоциональной. Ну и что касается военной опасности, здесь вот еще упоминается дестабилизация обстановки в отдельных государствах и регионах и подрыв глобальной и региональной стабильности. Как перечисление, что может быть военной опасностью. Развертывание, наращивание воинских континентов иностранных государств, групп государств, на территориях государств, сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками, а также в прилегающих акваториях, в том числе для политического и военного давления на Российскую Федерацию. Ну, мы сейчас такое символическое развертывание наблюдаем. С военной точки зрения оно, конечно, никакой реальной не может представлять угрозы, но что касается политического и военного давления на Российскую Федерацию, это факт, с этой целью и осуществляются все эти действия, как реакция на украинские события. Дальше. Создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере. Вы видите, здесь именно привязано к такому уровню развертывания стратегической противоракетной обороны, которая способна подорвать стабильность и соотношение сил в ракетно-ядерной сфере. Пока, как мы знаем, этим не обладает система противоракетной обороны, но если будет обладать, это будет расцениваться как военная опасность. Ну и плюс, тут вы видите, упоминается концепция глобального удара, намерение разместить оружие в космосе и развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия. Но это перечисляется как то, что может оцениваться как военная опасность. Но не то, что уже существует на данный момент. Остальное я не буду перечислять, а перейду к ядерной, а вот еще, по военным угрозам. То мы говорили о военной опасности. Что относится к военным угрозам? Резкое обострение военно-политической обстановки и создание условий для применения военной силы. Воспрепятствование работе систем государственного военного управления Российской Федерации, нарушение функционирования ее стратегических ядерных сил, систем предупреждения ракетного нападения, контроля космического пространства, объектов хранения ядерных боеприпасов, атомной энергетики, атомной, химической, фармацевтической, медицинской промышленности и других потенциально опасных объектов. То есть, если это будет, то это будет оцениваться уже как военная угроза. Но этого, понятное дело, нет. Это как подход, обозначенный в ДАТРИ. Дальше. Создание подготовки незаконных вооруженных формирований, их деятельность на территории Российской Федерации или на территории ее союзников. Демонстрация военной силы в ходе проведения учений на территории государств, сопредельных с Российской Федерацией и ее союзников. Активизация деятельности вооруженных сил отдельных государств или групп государств с проведением частичной или общей мобилизации, переводом органов государственного военного управления этих государств на работу в условиях военного времени. И вот важное положение. Ядерное оружие будет оставаться важным фактором предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения. То есть совершенно четко фигурирует сдерживающая роль ядерного оружия. То есть вот, когда мы говорим о военной опасности, о военной угрозе, вы там не найдете упоминания ни одного государства. Противников нет. Есть конкретные факторы, которые могут оцениваться как появление военной опасности, как появление военной угрозы. Вот, в отличие от других государств, которые указывают уже конкретных противников. У нас этого нет. Следующее важное положение. Военная политика Российской Федерации направлена на сдерживание и предотвращение военных конфликтов, совершенствование военной организации, форм и способов применения вооруженных сил, других войск и органов, повышение в авиационной готовности в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, а также интересы в ее союзников. И опять-таки важный пункт. Недопущение ядерного военного конфликта, как и любого другого военного конфликта, положено в основу военной политики Российской Федерации. То есть ядерное оружие, оно остается вот этим политическим фактором сдерживания, но оно нигде не рассматривается как конкретное оружие, предназначенное для ведения войны. Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников, ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Вот крайняя точка. Под угрозу поставлено само существование государства. Ну а последнее положение, оно соответствует директиве Совета национальной безопасности США, принято еще, если не ошибаюсь, в 47-м году. И все ядерные государства руководствуются этой директивой. Решение на применение ядерного оружия принимается только президентом. В зависимости от того, о какой стране мы говорим. Вот я бы эти моменты прежде всего выделил в наших доктринальных документах. Если вы обратили внимание, буквально два дня назад появилось не случайно мнение бывшего секретаря Совета безопасности, бывшего министра обороны, а сейчас представители президента по вопросам вроде бы как второстепенным, Иванова, о необходимости налаживания нормальных отношений Соединенных Штатов. Поэтому некоторые даже предположили, что его и разместили на эту второстепенную должность вот таким вот образом обозначить реальное стремление России к восстановлению и к нормализации отношений Соединенных Штатов. И я думаю, что как бы не завершились результаты президентских выборов Соединенных Штатов, но стратегический стратегический курс он приведет нас именно к этому состоянию. политики могут в себе представлять, что они миром управляют, процессами развития своей страны. Да, в чем-то здесь вот может отражаться на этих кривых, но по большому счету эти закономерности системного характера являются определяющими. И мы после нескольких вул выйдем на этот нормальный режим. Поэтому паниковать по поводу холодной войны, угроз возникновения ядерных рисков совершенно нет основания. Но с другой стороны и нет основания ими пренебрегать. Потому что вещь слишком серьезная и могут быть случайные факторы, могут быть факторы целенаправленного провокационного воздействия с третьих сторон, могут быть сочетания с кибератаками. И если здесь расслабиться, мы можем получить крупные неприятности. ну и паниковать. Ну, если мы начнем перерыв на 6 минут раньше, я думаю, вы не обидитесь. И давайте встретимся после перерыва. И как говорил Батвей, если есть желающие завтра встретиться, то у него необходимо записаться. все, спасибо. Да, пожалуйста, если есть вопросы, я готов. Если нет вопросов, я тоже готов. можно я спрошу? Вот сейчас выборы, вы знаете, да, иммиграция такая большая проблема, и стену собираются строить и прочее. А вот в России как вы считаете, отражаются ли проблемы иммиграции на военной докрине, в том числе, например, на Дальнем Востоке со стороны Китая? Как вы видите, в тексте военной доктрины такие вопросы не отражены, потому что мы такой угрозы у себя не ощущаем. Но мы ощущаем другую угрозу, которую мы почувствовали в период то, что называется первой чечевской кампании. Мировое сообщество заговорило об угрозе международного терроризма, когда состоялись теракты в сентябре в Нью-Йорке и Вашингтоне. А мы эту угрозу ощутили именно вот в Чечне, потому что там действовали в значительной степени группировки, которые готовились извне. И сегодня, если мы и говорим об угрозе, то не со стороны миграционных потоков, а со стороны мигрантов, которые целенаправленно готовятся, а идут под маркой мигрантов, и прибывают в Россию, и вглубь России, там, где у нас в регионах преобладающая религия ислам. И мы осуществляем просто необходимость даже поддержки традиционного ислама, потому что идет террористическая деятельность по уничтожению имамов традиционной направлении ислама. И вместо них приходят экстремистские силы. Вот в этом отношении мы ощущаем угрозу со стороны миграционных потоков, но именно это не сам миграционный поток, а маскируются под миграционные потоки. А что касается тех потоков мигрантов в центрально-азиатских республиках, ну, прежде всего, Таджикистан, Киргизия, в меньшей степени Узбекистан, то в определенной степени они позволяют решать и проблемы обеспечения стабильности в этом регионе. Ведь избыток рабочей силы там был и в советские времена. Ну, как это ни странно может прозвучать, но эта проблема в значительной степени решалась принятыми методами комплектования вооруженных сил Советского Союза. У нас в состав вооруженных сил входили военно-строительные подразделения в большом составе. И вот как сегодня едут мигранты из этих государств и работают на стройках, только сегодня они могут попадать в разные ситуации, и бывает, что они не защищены, их там обманывают, еще что-то такое. В советское время эти потоки шли в рамках вооруженных сил, строительные отряды, и они одновременно получая специальность, работая на строительных объектах военного назначения, получали денежное содержание, которое накапливалось на книжке, и заканчивали службу, имея определенные средства, специальность, знание русского языка, и в принципе к тем, кто хотел, организовывались курсы в воинских частях, но это для всех, не только для мигрантов, по подготовке высшей учебной заведения. Они могли и попытаться продолжить учебу. То есть в этом отношении в рамках Советского Союза это имело более такое целенаправленное и положительное воздействие подобного рода системы. А сейчас, конечно, эти потоки мигрантов неуправляемо работают, но, тем не менее, вот тот поток денежных средств, которые они зарабатывают, в некоторых из этих центрально-азиатских государствах составляет весьма значительную долю волового внутреннего продукта, чуть ли не до 50%. Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули, что Россия сейчас не имеет каких-то определенных противников, по крайней мере, они не упоминаются в доктрине. Наверное, немножко военный вопрос. То есть все воспринимаются как противники или все как потенциальные сторонники? И как, в чем преимущество именно отсутствие конкретных противников военных очень правильно задали вопрос. В чем преимущество отсутствия противника? Преимущество заключается в том, что военные должны учиться оценивать обстановку непрерывно. И, исходя из этого, во-первых, организовывать проведение учений, отражая содержательную часть этих учений. И, соответственно, если положено в мирное время готовить планы введения войны, то разрабатывать их и корректировать их с учетом развития реальной обстановки. А не так, как это было в период холодной войны, вот определили, и дальше по накатанной колее переписываются все эти планы, переписываются содержание учений, сценарии учений. Развитие нет. так что, здесь, я считаю, положительный момент. Коллеги, умоляю вас, вы знаете, что, в общем, Анна Борисовна готовит вопросы в случае того, что никто, у кого не возникает вопрос, а я не в себе это делаю. В последние пару месяцев прошла волна публикации в российской прессе именно о том, что во многих городах в России проводятся учения по случае угрозы ядерной войны, что-то такое, и восстанавливаются различные ворубежище оборудуются на случай ядерной угрозы, и в этих публикациях есть либо намерки, либо прямо говорится, что угроза все-таки со стороны США. Почему же все-таки если в докрине не определен враг или противник, почему же все-таки существует такое мнение в обществе, что главная угроза и особенно ядерная война со стороны США? Ну, ориентироваться надо на официальные документы. Что касается тех бомбоубежищ, которые были созданы в советское время, в советское время они поддерживались в готовом состоянии. В начале 90-х годов, когда решили, что все это не нужно и никогда не понадобится, их в значительной степени отдали различным коммерческим структурам, а в настоящее время потихоньку начинают их приводить в порядок, потому что действительно в этом существует реальная потребность и связана она прежде всего с наличием террористической угрозы, потому что если мы говорим сейчас о возможности применения оружия массового уничтожения со стороны террористических организаций, то эта угроза становится все более реальной и она может быть первая с точки зрения применения биологических средств, потому что сегодня, специалисты это знают, можно создать различные штаммы, пользуясь оборудованием, которое куплено в магазине для домашнего изготовления пива. Химические акты терроризма мы помним в Японии омсин-реке. Что касается ядерного терроризма, я уже говорил, что такое количество ядерных материалов исчезло, еще когда бы не наладили систему учета, что неизвестно как и где оно используется. И если им не удастся создать реальной ядерной бомбы, то уж грязную бомбу это без проблем. А сегодня, когда у нас достигло крайней напряженности противостояния с исламским экстремизмом, почему Россия в Сирии настаивает, что тянуть нельзя, надо быстрее задавить эту угрозу ИГИЛ. Чем дольше мы это тянем, тем опаснее. И вы, наверное, встречали в печати, что в ИГИЛ говорят преимущественно на русском языке. И если до Сирии основная угроза со стороны международного терроризма была направлена в сторону Соединенных Штатов, то сегодня, наверное, как минимум в равной степени и Соединенные Штаты, и Россия из-за того, что мы активно действуем сейчас в Сирии, и в отличие от Соединенных Штатов, мы от них не отделены двумя океанами. Поэтому мы вынуждены ориентироваться на эту угрозу. Ну а то, что пишет пресса, это всегда надо делить на 10 или вообще не читать. Вот у военных нет вопроса, им все понятно. Да. Скажите, пожалуйста, а вот в современной военной доктрине изменилось ли отношение к войскам, которые ориентируются на тяжелую фронотехнику? Мы видим, что на военных парадах всегда демонстрируются наличные танки, то есть какую роль все еще играет тяжелая бронетехника и на какую войну она рассчитывается? Ну, вы же знаете, как обычно говорят, по-моему, Черчилль сказал, что военные вечно готовятся к прошлой войне. А бронетехника на параде красиво смотрится. А что касается реального применения бронетехники в современных конфликтах, то это, конечно, совершенно иной характер ее применения. И если да, раньше применение бронетехники требовало, особенно в городской местности, сопровождение поддержки со стороны пехоты, а на открытой местности это танковые удары, танковые наступления, охватывающие маневры мощные на оперативную, на стратегическую глубину, все это уже в прошлом. Если танки применяются, то в городской местности и без пехоты, более того, пехота на первом месте, а танки в одиночку оказывают поддержку. То есть, роль совершенно другая. А, повторяю, возвращаясь к парадам, ну, здесь совершенно другие задачи ставятся на военном параде. Поэтому, наверное, не стоит уделять здесь серьезное внимание этой новой бронетехнике. Но, в целом, надо учитывать, что Россия вынуждена сейчас вкладывать средства в новую бронетехнику. Почему? Потому что последние 10 лет, скажем так, советского периода танки Т-80, Т-90, они действительно предназначались для ведения наступательных действий, для прорыва в глубину обороны противника. И они реально не предназначены для использования в локальных конфликтах. Ну, к примеру, он не может где-то находясь в засаде, в укрытии длительное время работать. Потому что у него сразу работает все с огромным расходом топлива. А он должен тихонечко там сидеть, наблюдать со своими приборами и не расходовать больше топлива и так далее. А они для этого не предназначались. Поэтому вынуждены новые, а новые всегда стараются сделать лучше. Вот причина появления этой новой техники. я не знаю, если вы знаете, какой процент дохода страны тратится на войска или на армию? Ну, сейчас доля валового внутреннего продукта порядка четырех процентов идет. Это большая очень цифра. И надо учитывать, что как раз мы переживаем период падения валового внутреннего продукта. И, конечно же, получается, что мы на оборону сейчас вынуждены тратить деньги, ущемляя расходы на социальную сферу образования, здравоохранения. Но тут, получается, мы попали сами в ловушку. Потому что в период, когда были высокие цены на нефть, прежде всего постарались решить социальные задачи. А когда дошла очередь до вооруженных сил и запустили в действие государственную программу перевооружения, то у нас начался вот этот экономический кризис и падение цен на нефть. А начатые программы, многие из них, остановить невозможно. Это первое. И второе особенность, ведь предприятия оборонной промышленности, которые у нас остались с советского времени, они конверсии так и не подвергались в 90-е годы. Потому что конверсии требуют вложения средств, чтобы они смогли внедрить технологии, закупить оборудование для производства гражданской продукции. А этого не было сделано. И сегодня они, если лишатся военных заказов, то опять попадут в кризис, в условия выживания. Здесь, видимо, была допущена определенная ошибка, надо было все-таки начать с конверсии этих предприятий. и не не тр autoprot importantes на 第三 лопе. Это время пытаться завершать программу перевооружения в ущерб остальным сферам экономическим. Ну, в конце концов, конечно, я думаю, может быть, выправится ситуация. Ну, как вы знаете, у Соединенных Штатов тоже приближается период, когда надо будет проводить модернизацию прежде всего ядерных вооружений, стратегических ядерных вооружений. И здесь, наверное, очень важно избежать влияния средств массовой информации, пропаганды, которые могут раскрутить и использовать наш процесс перевооружения. А мы вынуждены были его начать, потому что у нас было меньше 20% современных вооружений, а 80% устаревших и, более того, неисправных. И то, что должны начаться, естественно, процесс модернизации в Соединенных Штатах, чтобы не раскрутили это все в гонку вооружений. Вот этого нельзя допустить. И этот процент растет с годами? Нет. Нет. Он, скорее, все-таки будет уменьшаться. У нас в период 90-х годов тоже был маленький воловой внутренний продукт, и мы боролись, чтобы на оборону выделяли хотя бы 3%. Не получалось. Ну, а когда приняли программу вооружения, вот довели больше, чем 3%, и уже где-то в районе 4%. Это очень большая цифра для страны. А во время гонки вооружений сколько выделялось? В советское время, видите ли, в чем дело. Мы научились и владели методикой подсчета волового внутреннего продукта страны к 1995 году. Поэтому сравнивать не с чем. А вспоминать те цифры, которые были в период Холодной войны, ну, во-первых, я их не помню, во-вторых, я просто не знаю, с чем их сравнивать. Не готов. Могу только другой пример привести. Вот просто эти цифры, нет, результаты, точнее, я читал, что в период начала 50-х годов у нас структура бюджета Советского Союза приближалась к структуре бюджета современного развитого государства. То есть расходы на социальную сферу здравоохранения и образования были больше, чем расходы на оборону. Но тогда еще не раскрутилась гонка вооружений. В последующем, конечно, это соотношение поменялось. У меня вопрос. Мне интересно, что информационная война была упомянута именно в военной доктрине. Я не хочу недооценивать важность информационной войны, но все-таки информационная война это не настоящая война. Мне интересно, что она как-то влезла в доктрину саму. Так что мне интересно, как, на Ваш взгляд, это влияет на политику российских вооруженных сил? Значит, они участвуют в прямую в информационной войне, в информационной войне, или как они относятся к имени? Во-первых, информационная война и ведение информационного противоборства это не задача вооруженных сил. Точнее, вооруженные силы могут иметь задачи в этой сфере, определенный перечень, но в целом это функция государства. И то, что смещается противоборство в информационную сферу, это хорошо. Потому что в конечном итоге информационное противоборство может привести к таким результатам, которые раньше достигались только с помощью применения военной силы. Другое дело, что когда, а в документах эта задача-то давно ставится, и в том числе и в американских документах, чтобы, по-моему, это называется обеспечение внутренней безопасности, но имеется в виду не Соединенных Штатов, а других государствах. То есть, чтобы там были у власти те политические силы, которые проводят политику, соответствующую интересам Соединенных Штатов. Я считаю, нормальный подход. Другое дело, что какими методами это достигается. Если это достигается в информационной сфере, с содействием, поддержкой определенных политических сил, без применения военной силы, великолепно. Когда это выливается уже в поддержку, когда чисто информационные методы не дают результата, а поддерживаются уже воинские формирования, незаконные, и они выступают против правительства, против того, чтобы свергнуть главу этого государства и власть, это приводит к хаосу в стране, это как вот в Сирии у нас, как мы получили на Украине, и вот это уже плохо. Поэтому, когда решается задача только в рамках информационного противопоставства, это хорошо. Вот мое отношение к информационному противопоставству. Здравствуйте. Меня зовут Дима, и у меня к вам следующий вопрос. Как вы видите отношения между Америкой и США в будущем, согласно и России, и Америке, и России, согласно договорам, так как СНВ и другим? Будет ли они продолжаться, или будет больше договоров, или меньше? Я думаю, что все-таки они возобновлятся, но ситуация действительно сложилась сейчас тревожная, мы паузу допустили слишком длительную, продолжение этих переговоров по стратегическим вооружениям. И следующий этап, наверное, будет охватывать и стратегические ядерные вооружения, и тактические. И методические подходы, это как раз вопрос, который первоначально должен обсуждаться именно представителями больше научных кругов, чем конкретными чиновниками МИДа, пусть и хорошо подготовленными. Это первое. И следующий момент, мы подошли к тому этапу, когда надо вовлекать в этот переговорный процесс другие государства. А это уже совершенно другая должна быть методическая основа. на нашем подходе двухсторонним с Соединенными Штатами, основанном на поддержании состояния гарантированного взаимного уничтожения, ну, та же стратегическая стабильность, переходить к многосторонним переговорам, это нереально. Эти критерии там не проходят. Их надо вырабатывать, надо искать. И кроме нас, Соединенными Штатами, никто не выработает эти критерии. Это больше никому не нужно, только нам нужно. Поэтому я считаю, что вот эта объективная необходимость, она вынудит в ближайшее время более тесно работать в этом направлении. Да, пожалуйста. Дмитрий Фринков, преподаватель военного института странных языков. Влад Семенович, вы сказали, что нам не очень надо доверять прессе, нам соответственно долить со мнения на разных условиях политиков, ну и, соответственно, все СМИ. Вот я бы хотел сказать, ваше личное мнение. Вы считаете, что потенциально Соединенные Штаты являются врагом России или нет? Ну, вы знаете, если посмотреть исторически, я тут как-то сравнивал с Германией. Мы вот с Германией все время дружим, в том, где воюем. А с Соединенными Штатами мы, если воюем, то вместе и против кого-то. Между собой мы никогда не воевали. Поэтому для нас главная проблема научиться не ссориться в мирное время. А то, что мы будем воевать друг против друга, я исключаю. И посмотрите даже исторически. В свое время именно Россия оказала помощь Америке в становлении. И тот район, в котором мы сейчас находимся, русский царь, в общем-то, продал, да, эти районы. Продал, кстати говоря, преследует цель развития транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке России. Но не получилось, вложили в европейскую часть. Но, тем не менее, цели остаются те же самые. Нам нужно развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке, в том числе и для развития прямых торговых связей. И мне хочется верить, верить, что экономический фундамент отношений между Америкой и Россией все-таки возникнет. В этом направлении двигается. Так что я реально не оцениваю абсолютно Соединенные Штаты и Россию как потенциальных противников. Нет для этого оснований. Спасибо. Нет больше вопросов? Много говорится в последнее время о Третьей мировой. И, конечно, как я думаю, как вы, что вероятность такого случая прямой войны между Россией и США очень низкая. Но есть ли, на Ваш взгляд, возможность обосредственной войны где-то в мире и как нам это предупреждать? Ну, наверное, у некоторых возникает аналогия с периодом Холодной войны, когда у нас сталкивались интересы на периферии. И, кстати, вероятность именно такого рода столкновения интересов, по-моему, была отражена еще в директиве Совета национальной безопасности США 68-го номера в 47-м году. И аналогия такая возникает, потому что у нас не всегда совпадают интересы по Ирану, по решению проблем Северной Кореи, в данном случае в Сирии. Но, посмотрите, мы в конечном итоге находим пути выработки компромиссных решений. Мы справились с задачей уничтожения химического оружия в Сирии. Я думаю, что и по другим вопросам мы найдем взаимопонимание. группа Министерства обороны России и Соединенных Штатов по бредотвращению конфликтов в воздушном пространстве, учитывая, что мы не в одной группировке действуем. Я вспоминаю, что несколько лет назад, когда только ИГИЛ возник, и мы собирались в Гарварде, и в частности посол Блэквилл там как он сказал, высказал фантастическое предложение, как он считал. Но он сказал, он говорит, ну если вы считаете, что это тоже враги России, то вы готовы начать вместе с нами бомбить? Ну тогда это казалось маловероятным. Но мы начали это делать, но единственное, мы это делаем по просьбе официального сирийского правительства. То есть стараемся соблюдать нормы международного права. Поэтому мы действуем в рамках разных, не в одной коалиции, но цель-то у нас одна. Поэтому те противоречия, которые есть, они вполне разрешимы, и два центра между собой взаимодействуют, и я надеюсь, что никаких там не будет эксцессов. Что касается Третьей мировой войны, то здесь совершенно другие субъекты, видимо, надо рассматривать, называть это Третьей мировой войной или нет, но во всяком случае мы видим, что идет столкновение и не в форме традиционных конфликтов между государствами, которые в начительной степени отстали в своем развитии. Исламские государства, да, некоторые из них имеют большие финансовые ресурсы, но в большом счете, по большому счету, они существенно отстали от государств исповедующих преимущественно христианскую религию, и они недовольны сложившимся мировым порядком, учитывая, что военная мощь их, этих государств, недостаточно для того, чтобы отстаивать свои интересы и повлиять на изменения системы мирового порядка и в экономической и финансовой сфере, они действуют асимметричными методами, они используют террористические методы, и, конечно же, там идет поддержка со стороны конкретных исламских государств, этих террористических структур. И вот это та угроза, которая непосредственно должна вызывать реакцию развитых государств, европейских, России и Соединенных Штатов, и здесь мы как раз и должны оказаться с одной стороны варикаде, а с другой стороны вот этот вот потенциал исламского экстремизма, который сейчас представляет серьезную международную угрозу. Если говорить, пользоваться термином третья мировая война, то прежде всего надо об этих говорить угрозах, а не о каких других. Да. Меня зовут Олег, я учусь на курсе русского языка, на такой вопрос о сотрудничестве России с НАТО. Стала ли бомбежкой Белграда, по вашему мнению, моментом, в который Россия перестала сотрудничать с НАТО? Ну, Россия сделала паузу, сделала паузу, но сотрудничество потом возобновилось, но уже степени доверия, которое было, ни по отношению к Североатлантическому альянсу, ни по отношению к Соединенным Штатам после Косово уже не восстановилось в полной мере. И даже в период, когда мы тесно взаимодействовали при проведении миротворческой операции в Боснии и Герцоговино, а ранее проводилась миротворческая операция под флагом Организации Объединенных Наций, мы, к сожалению, видели, что миротворчество начало использоваться как инструмент внешней политики. И если документы Организации Объединенных Наций говорят, что все государства должны руководствоваться одной целью восстановления мира, мы, например, Югославию увидели, что многие государства прежде всего в рамках проведения миротворческой операции стремились обеспечить свои национальные интересы, а не восстановление мира. И вот это, конечно, уровень доверия подорвало. Здравствуйте, меня зовут Евгений, я студент русского языка, и у меня вопрос про Сирию. Видите ли вы разрешение этого конфликта в положительном смысле, потому что он зашел в такой тупик, что Москва и Вашингтон преследуют свои разные коренные цели, и никто не собирается скупать? Цель все-таки основная у нас совпадает. Это уничтожит террористическую группировку ЕГИН. Не совпадает она в другом. Соединенные Штаты считают, что по пути к этой цели необходимо прежде всего все-таки убрать нынешнего главу государства сирийского, а Россия, как и во многих других случаях, считает, что лидера надо не вмешиваться в этот процесс, лидер пусть остается, пока не будет уничтожен этот внутренний противник. А после этого уже обеспечены выборы и замена нынешнего руководства. Тем более, что Баши Расад не единожды заявлял, что он и не собирается держаться за эту должность после того, как будет достигнута победа. Вот в этом у нас родногласие, но не в главной цели. Главная цель общая. Да, пожалуйста. Какое ваше мнение как вы думаете о христианстве, христианстве, на каком уровне христианства как у России? Ну, прости, я не знаю, как задали вопрос, я только что долго думал над этим, потому что, как вы сказали, христианские страны более развитые, чем другие религии. может это быть причиной того, что тогда уровень жизни в России не такой высокий, как в Европе или... Я понял ваш вопрос, в этом тоже есть взаимосвязь с религией, потому что, да, мы христиане, но мы православные, Европа исповедует другие ветви, и в принципе, вот если сравнивать еще и исламский мир, когда у вас религия внутри государства составляет определенный противовес власти, это хорошо, она позволяет держать этот внутренний конфликт, ну чисто философски, борьба двух центров, опять-таки двуполярная система, элемент, и это дало более высокие темпы развития для европейских государств, исповедующих католическую, протестантскую ветвь, в России, в Греции православие, у нас традиционно церковь все-таки была помощницей государства, но не потому, что может быть она всегда хотела быть помощницей, а потому, что государство давило церковь, подчиняло церковь себе, но это православная ветвь и позволяет делать, поэтому если вы посмотрите темпы развития, то получится, что православное государство несколько отставали от остальных европейских, ну там ряд других причин, но в том числе это, а в исламе у вас религия фактически заменяет собой государство, судебную систему, то есть живи по Корану и все нормально, и внутреннего противоречия нет, и вот это одна из причин, почему все исламские государства отстали в своем развитии, когда-то, когда они взяли на вооружение культуру европейскую, древней Греции, они получили скачок в своем развитии и опередили во многом Европу, Европа ходила еще грязная, немытая, необразованная, а в арабском мире искусство, культура и прочее были на высоком уровне, но отсутствие, это когда они и жили в том числе по правилам ислама, ну какой-то толчок был в развитии, когда все по одним правилам, все нормально, но потом это отсутствие внутреннего механизма развития повлиял на развитие исламских государств в целом, а европейские государства получили толчок к развитию, что касается сегодня религии в России, она остается православной, ну да, в отсутствие коммунистической идеологии где-то идет поддержка церкви, но опрос населения, которые спрашивали все-таки каких ценностей они придерживаются и сравнивали с канонами православия, оказывалось, что считая себя православными, но отвечая на вопросы об этих ценностях, оказывалась картина такая, что больше склоняются по своим убеждениям к европейской системе ценностей католической протестантской веры, такое вот смещение скрытое наблюдается. Все? Больше нет вопросов? Спасибо большое. Спасибо.